Многие наши зрители, после того как стало известно, что на подписании договора о покупке двух тральщиков в Одессу приедет президент Украины, писали в комментариях, что а что это за событие такое, что президент немаленькой страны Украины едет покупать два неновых тральщика. Типа как-то как в народе говорят не Камильфо что ли, однако, как оказалось не все так просто, потому что позже стало известно, что туда в Одессу приехал министр по оборонным закупкам Британии и там обсуждались и подписывались документы не только по поводу этих тральщиков. В общем так, чтобы упростить, министр оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миранюк на борту британского эсминца подписали договор о покупке этих самых двух тральщиков. Тральщики которые будут передаваться из состава британского флота модернизируют и оборудуют современным оборудованием. Договор о строительстве двух баз. Соединенное Королевство частично профинансирует строительство этих военно-морских баз. Одна из которых будет в Очакове, а также обговорили локацию производства восьми ракетных катеров для наших ВМС. Одессы подписали документы о реконструкции и модернизации судостроительных предприятий Украины. Короче, мероприятие это далеко не было рядовым. Сначала в Одессу зашли два корабля, один из которых британский эсминец «Дефендер». Потом в Одессе приземлился британский правительственный самолет БАА-146 с бортовым номером ЗАИО-701. На нем обычно летают министры и члены королевской семьи. Немного ранее прибыли два американских конверта плана BLV-22 «Оспрей». На церемонии присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радыкина, посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс. Участники церемонии наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных с борта британского корабля. В общем, учитывая то какими будут масштабными в этом году учения Сибриз, уровень представительства на прошедшем мероприятии и вообще всю эту движуху вокруг украинского флота и баз, сдается нам что Запад всерьез решил поставить кое-кого так сказать на путь соблюдения международного и морского права в Черном море, или как говорил классик сдается мне друзья что мы накануне большого шикера.